всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекасса урок номер 37 в этом уроке более детально давайте рассмотрим что такое ограничение количество товаров резервирование нет наличие так далее давайте придем в админку нашего сайта зайдем в систему джекасса в продукты и зайдем в продукт перейдем на вкладку детали и посмотрим вкладку наличие если всегда в наличии понятно у нас стандартное отображение и например нет в наличии сохранимся обновимся нет в наличии и у нас прикольно здесь такая есть опция сообщить о поступлении где мы можем ввести имя email и нажать отправить и по идее должно отправиться уведомление когда товар будет в наличии дальше давайте посмотрим под заказ сохранимся на сайте обновимся здесь ничего особо не меняется просто меняется текст под заказ и вот самое интересное где нужно немножко разобраться это у нас указать наличие например нас ограничение по количеству товара до 10 штук давайте сохранимся пойдем на сайт и обновимся если я сейчас произведу тестовую оплату и например куплю пять штук по идее здесь автоматически нужно чтобы оставалось 5 но у нас это как бы ничего не изменится если мы это дело сейчас не настроим настройки у нас находится вовсе не здесь мы здесь нажимаем закрыть переходим с вами настройки переходим с вами на вкладку корзины заказ и здесь обязательно контроль остатков нужно включить в положение до нажимаем сохранить закрыть перейдем в товары во первых здесь очень удобно мы можем видеть где у нас есть ограничение по количеству товаров это может быть очень удобным если у нас много товаров мы можем забыть а так мы сразу визуально сможем здесь в этой колонке видеть что происходит давайте зайдем в товар как только мы в настройках магазина указали контроль остатков включить здесь сразу появляется новое поле зарезервированное количество здесь подсказки можете прочитать что здесь написано давайте посмотрим как это все работает я как покупатель перехожу значит в этот товар добавляем в корзину перехожу в корзину вот смотрите количество товаров во первых я не смогу здесь назначить 11 у нас страница обновляется и показывают 10 то есть это уже хорошо работает если всего 10 значит мы только 10 можем заказать или меньше например я беру 5 товаров мне нужно и произвожу оплату оформление заказов как только заказ а отправлен к нам на почту мы как администратора давайте посмотрим что сможем сделать а во первых как только был отправлен заказ то есть он просто еще только нажал на кнопку отправить еще ничего не оплатил здесь списках товаров мы видим вот что напротив данного товара что у нас продукта в наличии 5 а вот это 5 видите тут крутится иконка это зарезервированное количество то есть это те пять которые еще не оплачены давайте посмотрим как это здесь все работает если мы переходим с вами в заказы платежи заказы мы видим с вами новый заказ заходим внутрь и давайте поиграемся с настроечками например статус заказа заказ в ожидании подтверждения оплаты выбираем сохраняемся здесь выскакит вот такое сообщение посмотрим продукты здесь также резервация все еще висит 5 до обратно пойдем заказы платежи заказы зайдем опять в наш заказ то есть зайдем в статус и например заказ отменен сохранить закрыть пять продуктов было удалено из резерва и возвращено к наличию видите как все в автоматическом режиме работает давайте это посмотрим как это выглядит на странице в магазине зайдем в данный товар видим что здесь показано в наличии 10 то есть из резерва вернулись человек отменил заказ пройдем в продукты здесь также показано 10 обратно пойдем заказы зайдем в наш заказ например этот заказ все-таки оплатили до успешно проведем выбираем сохранить закрыть перейдем в продукты здесь показано 5 то есть 5 он купил и автоматически здесь сработало смотрим на сайте было 10 обновляемся стало 5 в наличии 5 то есть вот этот момент нужно было уточнить теперь вы знаете как это работает и это работает очень хорошо и правильно на этом дан урок я заканчиваю надеюсь для вас он был интересен и полезен на этом здесь все и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok